Дорогие друзья, приветствуем вас в проекте «Вместе мы справимся». Проект проводит для вас Национальный фонд развития и реабилитации «Я», кандидат психологических наук, клинический психолог, сотрудник онкологического центра имени Блохина Екатерина Усманова, «Финансовая поддержка» – это грант президента на развитие гражданского общества. И мы поговорим в этом ролике с вами о возвращении к работе. Во-первых, почему важно вернуться к работе? Важно отчетливо понимать, что возвращение имеет не финансовый смысл. Часто можно услышать, как люди говорят, я могу позволить себе не работать. Возвращение к работе важно не только и даже не столько из-за финансовой составляющей. Бывает, что у нас есть какой-то источник дохода или помощь наших близких, которые могут позволить по финансовым соображениям не выходить на работу. Бывает, что и по финансовым соображениям надо вернуться, но в любом случае возвращение к работе – это важнейший этап возвращения к полноценной жизни. Почему мы говорим о возвращении к работе в рамках восстановления? Потому что пока идет активный процесс лечения, важнее всего исцелиться. И в этот период вопрос о профессиональной деятельности стоит не так остро и не так ярко. Наоборот даже, важно сосредоточиться именно на лечении, не задаваясь вопросом, что в это время может произойти с профессиональной деятельностью. Когда же лечение завершено, возвращение к работе крайне важно, именно потому, что это помогает человеку вернуться к активной полноценной жизни. Казалось бы, это очевидно. Когда мы не работаем, но активность является факультативной, тогда есть такой вариант, что захотел – встал утром и пошел, а не захотел – не пошел. И тогда здесь у человека появляется очень шаткая почва для такого, может быть, даже ухода в состояние некой подавленности или в изоляцию и очень много других ловушек. И на самом деле, если мы ходим на работу, у нас есть некоторые обязательства, которые заставляют нас делать то усилие, которое необходимо для того, чтобы, по сути, вытащить себя из состояния подавленности, если оно есть, или какого-то другого трудного состояния. И тогда возвращение к работе является способом, который наиболее эффективно помогает человеку преодолеть барьер между жизнью пациента и полноценной жизнью человека, который выздоровел. Поэтому возвращение к работе так важно. Даже если, повторюсь, есть финансовая подушка, которая позволяет не работать, работа поможет в возвращении себя к жизни и возвращении самоощущения вот этого активного человека, который, по сути, является частью общества. И это крайне важно в нашей самооценке и в том, как мы себя чувствуем. Когда человек работает, у него совсем другое ощущение внутреннего участия, активности в социальной жизни и жизни вообще. Поэтому мы говорим о этой важности работы. Как только появляется физически такая возможность, когда лечение закончено, то нужно возвращаться к работе. Если нет возможности вернуться в том качестве, на ту же должность или в ту же компанию, то можно рассмотреть другие варианты. Тут важно именно начать снова, быть частью профессионального сообщества и, скажем так, выходить в свет. Это поможет преодолеть те барьеры, которые возникают на пути человека, когда он возвращается в полноценной социальной активности. В свою очередь полноценная социальная активность также является громадным ресурсом, который помогает человеку на пути восстановления. Это проект «Вместе мы справимся». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok